Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первое Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора подержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности той или иной модели, рассматривая ее снизу, на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля» это довольно редкий формат для российской вторички. Леворульный семиместный полноценный минивэн. Если вам нужен полноценный семейный автомобиль с тремя рядами сидений, то, как правило, выбор ваш будет сводиться либо к подбору каких-то вариантов из Японии, и это, соответственно, правый руль, не все по каким-то причинам это приемлют, либо в случае леворульных многоместных автомобилей вы обнаружите, что практически все, что предлагается на рынке, за редким исключением, имеет слишком большие габаритные размеры. И если, например, Nissan Sirena или Honda Stepwagon это действительно микроавтобус, то прилепить приставку Micro к Mercedes Viana, либо Ford Transit уже, увы, не получится. Казалось бы, ситуация патовая, но нет. В данном случае нам на выручку пришла в свое время компания General Motors, которая выбросила на российский рынок автомобиль Chevrolet Orlando. Помимо приемлемых габаритных размеров и семиместной компоновки, этот автомобиль также отличался, конечно, в зависимости от комплектации неплохим уровнем оснащения и более или менее демократической ценой. В рамках сегодняшнего обзора мы и посмотрим, стоит ли рассматривать подобный автомобиль как вариант покупки на вторичном рынке. Chevrolet Orlando в кузове J309 был построен на базе Chevrolet Cruze. Этот автомобиль появился в 2009 году и продолжал выпускаться по 2015, хотя на сборочном предприятии в Узбекистане машину продолжали собирать еще пару лет, до 2018 года. На российском рынке этот автомобиль был представлен вплоть до 2014. Что касается выбора силовых агрегатов, на российском рынке здесь было два мотора. Это бензиновый двигатель объемом 1,8 на 141 лошадиную силу и двухлитровый дизель на 163 лошади. Коробки передач, пятиступенчатая механика, либо шестиступенчатый автомат. А привод у Orlando был только передний. Несмотря на то, что салон имеет три ряда сидений, но в случае, если вы используете третий ряд, объем багажника у вас сокращается практически до ничтожных размеров. Всего 89 литров полезного объема. Но если вы сложите все два задних ряда, то объем багажника в случае загрузки под потолок превысит 1400 литров. А это уже достаточно серьезный показатель. Топливный бак на 64 литра. Немного и немало обеспечивает вполне приемлемую дальность хода. Что касается сборки, то Chevrolet Orlando собирался на трех сборочных площадках. В Корее, в России и в Узбекистане. Наш сегодняшний экземпляр это Калининграде с 2014 года выпуска. Бензиновый мотор 1.8 и автоматическая коробка передачи. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про покраску, а также про стойкость к коррозии. Что касается покраски, Chevrolet Orlando, как правило, имеют окрас, который лежит в диапазоне от 100 до 150 микрон. В принципе, чуть-чуть толще, чем стандартные для большинства бюджетных автомобилей показатели. ЛКП здесь достаточно крепкая. И, несмотря на возраст автомобилей, скулы, как правило, если и появляются, то в основном у тех, кто часто ездит по трассе, ну и, конечно же, на столь традиционных для этого места, как кромка капота и передняя кромка крыши. Но вот по поводу цветения этих самых сколов на Orlando все обстоит в целом благополучно. По качеству антикоррозийной обработки и, соответственно, по способности сопротивляться ржавчине, Orlando – это крепкий-крепкий хорошист. Здесь все так же неплохо, как и на соплатформенном Chevrolet Cruze. По большому счету, по этому автомобилю внимательно осматривать нужно разве что саму пятую дверь на предмет наличия очагов коррозии и затути краски под накладкой над номерным знаком. А вот при осмотре автомобиля снизу следует обратить более пристальное внимание, особенно на состояние подрамника, который на этих моделях имеет свойство покрываться ржавчиной. Бывает даже такое, что на подрамнике образуется сквозная коррозия. Довести до этого нужно еще постараться, но, тем не менее, обратить внимание при осмотре автомобиля на эти моменты стоит обязательно. Из каких-либо дополнительных моментов по кузову, на которые так или иначе жаловались владельцы Orlando, можно отметить не очень крепкий механизм складывания боковых зеркал, так что при осмотре автомобиля обратите внимание, чтобы боковые зеркала у вас не люфтили. Ну и второй момент – это запотевание передней и задней оптики. Тоже попадается, кто-то с этим борется, кто-то на это дело, откровенно говоря, забивает. И еще один любопытный момент, связанный с кузовом, роднит Chevrolet Orlando и Nissan Qashqai в кузове G11. Как на Qashqai, так и на Orlando, некоторые владельцы сталкивались с появлением конденсата на обратной стороне крыши под обивкой потолка. Проявляется в виде образования капель, которые могут начать подтекать по переднему плафону освещения, ну а лечится дополнительной проклейкой потолка шумотеплоизоляции. Так что в общем и в целом по кузову Chevrolet Orlando все обстоит весьма неплохо. Что касается салона Chevrolet Orlando, то несмотря на некоторую жесткость пластика по салону и в общем недорогие материалы, собран он достаточно качественно и долгое время способен сохранять свой товарный вид. Электрооборудование кузова проблемным не назовешь и какие-то нарекания по электрической части случаются достаточно редко. Но тем не менее при покупке стоит проверить все, что наличествует в автомобиле на предмет работоспособности. Электростеклоподъемники, регулировки зеркал, круиз-контроль. Если ваш Orlando будет оснащен подобной опцией подогрева сидений, ну а чаще всего из проблем, с которыми приходится сталкиваться по части салона владельцам этих автомобилей, можно выделить разве что некоторые глюки климатической установки. Поэтому именно климатическая установка это первое, что нужно проверить на работоспособность при осмотре автомобиля. Теперь про мотора. Под капотом Chevrolet Orlando мог быть либо бензиновый, либо дизельный двигатель. Бензиновый мотор, как в нашем случае, это 1.8 на 141 лошадиную силу и 176 ньютон-метров крутящего момента. Данная силовая установка такая же, как на Chevrolet Cruze. Индекс этого мотора F18D4. И он самый непосредственный родственник апеллёрской серии Z18XER, которую вы можете обнаружить, например, под капотом Opel Mokka и целого ряда других моделей концерна Opel. Конструктивно данный двигатель представляет собой рядную четвёрку. Блок цилиндра здесь выполнен из чугуна. Привод ГРМ ременный. Ремень подлежит замене раз в 120 тысяч километров пробега. Но до этого пробега желательно не доводить и подстраховываться, проверяя периодически состояние ремня и при необходимости производя его замену. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов здесь нет. Регулировка выполняется подбором стаканчиков, а её необходимость возникает на пробегах никак не раньше, чем 100-150 тысяч километров. По симптоматике. Никаких новомодных систем прямого впрыска с высоким давлением на этом двигателе тоже нет. Впрыск обычный распределённый, форсунки и топливная аппаратура к проблемным не относятся. Из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, можно отметить впускной коллектор с переменной геометрией, который, правда, к проблемным не относится, а также наличие двух фазовращателей на впускном и на выпускном валу. Фазовращатели эти весьма чувствительны к интервалам замены масла и к его качеству. И в случае, если давление масла будет недостаточно по каким-то причинам, например, забитые каналы или нефункционирующие клапана ВВТА, и давление будет падать, соответственно, вы будете слышать стук при работе этих самых фазовращателей. Похоже, это всё на работу дизельного двигателя, и если вы смотрите машину, которая после запуска продолжает тарабанить мухтами фазовращателей, то, скорее всего, их придётся менять. Но на крайняк можно попробовать отделаться и чисткой клапанов ВВТА. Также имейте в виду, что на этих моторах нет отдельных катушек зажигания. По сути дела, здесь у нас установлена одна большая катушка с четырьмя наконечниками. Этот модуль зажигания начинает капризничать после пробегов в 70-80 тысяч километров. И чем реже вы меняете свечи, либо устанавливаете свечи с неверным зазором, тем больше шансов, что вам придётся столкнуться с его заменой. И если на другом автомобиле вы можете поменять отдельную сбоящую катушку, то здесь, с одной стороны, всё немножко попроще. Выдернули старый модуль, поставили новый. Но при всём при этом стоимость этого модуля, конечно, больше, чем отдельно взятой катушки зажигания. Также при осмотре Chevrolet Orlando обязательно загляните в расширительный бачок системы охлаждения на предмет наличия там масляной эмульсии. Дело в том, что на этих моторах установлен масляно-антифризный теплообменник. Дислоцирован он завпускным коллектором и к большим пробегам где-то ближе к сотне может начать течь по прокладке. Прокладку эту поменять, конечно, можно. Сама прокладка стоит недорого, больше обойдётся работа. Но продолжительная эксплуатация автомобиля с текущей прокладкой теплообменника ни к чему хорошему не приведёт. Да и в случае, если дело дошло до попадания масла в антифриз, менять вам придётся и масло, и жидкость системы охлаждения тоже. Ну и последнее, про что стоит быть в курсе по этому мотору. Здесь установлен необычный термостат. Термостат имеет нагревательные элементы и электронное управление. В случае выхода из строя вы, как правило, увидите ошибку на сканере по нагревательному элементу термостата, и в этом случае его придётся менять. Нельзя сказать, что термостат стоит космических денег, но цена его будет выше, чем при покупке обычного простого термостата на любую другую машину. При эксплуатации этого мотора следует смотреть за температурным режимом, поскольку нормальная рабочая температура этого двигателя – это 105 градусов Цельсия, то есть мотор теплонагружен. Отчасти, возможно, именно высокая теплонагруженность двигателя и обуславливает не очень большой ресурс резинотехнических уплотнений. Что касается ресурса цилиндропоршневой группы, по этим моторам каких-либо претензий нет и быть не может. При условии нормальной эксплуатации, если вы следите за автомобилем и вовремя проводите регламентные процедуры, а также не затягиваете с заменой масла до космических значений в виде 10, 15, 20 тысяч километров пробега, то этот агрегат отработает у вас без каких-либо проблем по поршневой свыше 300-350 тысяч километров пробега. Плюс проблем с запасными частями на эти моторы нет и не предвидится. Двигатель очень распространенный и ставился на большое количество автомобилей под разными брендами. Вторая силовая установка, которая может быть под капотом Орландо – это дизель. Объемом 2 литра, мощностью 163 лошадиные силы, который выдает достаточно неплохие, серьезные 350-360 ньютон-метров крутящего момента, который при этом доступен снизу. Этот дизель – совместная разработка компании WM-Motori, которая входит в группу Fiat и General Motors. Дизельные двигатели на Орландо, ну, скажем, по сравнению с бензином, по крайней мере в нашей стране, распространены куда меньше. Дизель этот также рядная четверка, чугунная, с турбонаддувом, конечно же, с системой впрыска Common Rail и цепным ГРМ. Ресурс цепи ГРМ на этих дизелях – это что-то около 200 тысяч, вернее, лучше сказать, не менее, чем 200 тысяч километров пробега. Однако цепи по современным меркам достаточно тонкие и имеют свойство растягиваться к большим пробегам. В отличие от бензинового 1.8, дизельный двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, поэтому заниматься регулировкой клапанных зазоров там не нужно. А вот фазовращателей на дизельном двигателе уже не будет, поэтому минус один фактор риска из конструкции мотора. По большому счету, проблемы с дизельным двигателем в общем-то характерны для любого другого мотора. Дизель на Орландо имеет норму токсичности Евро-5, соответственно, оснащен полным набором всех экологических систем, включая сажевые фильтра. Ну а если абстрагироваться от потенциально возможных проблем с топливной системой, вследствие заправки некондиционным топливом, то есть проблемы с форсунками, либо с ТНВД, если оставить их за скобками, то по большому счету в сухом остатке докопаться до этого мотора поводов-то и нету. Расслоение демпфера шкива коленвала периодически попадается на дизельных моторах, ну а второе это встречающиеся проблемы, которые относятся к турбине с изменяемой геометрией. Причем последнее, как правило, происходит по причине долгих простоев автомобиля. Машина должна работать, и в данном случае это также актуально. А вот к ресурсу поршневой группы вопросов по дизелю также нет. Под 400 тысяч километров этот двигатель пройдет железно, если не экономить на его обслуживании. Из плюсов дизельного двигателя Z20D1 можно отметить и комфортную работу, то есть мотор достаточно тихий по дизельным меркам, и небольшой расход топлива. Кстати, дизельные автомобили продавались только с автоматической коробкой передач. Так что если в процессе поисков вы набрели на хороший ухоженный Орландо с дизелем, то такой автомобиль, в принципе, вы можете покупать. Если в вашем регионе с качеством дизтоплива все более или менее нормально. Что касается коробок передач на Chevrolet Orlando, то выбор здесь сводился либо к пятиступенчатой механике, либо к шестиступенчатому автомату. Что касается механических коробок, то к покупке такого автомобиля нужно тоже подходить весьма обстоятельно. И обязательно на тест-драйве прокатиться и послушать работу МКПП. В данном случае достаточно нередко к пробегам за 150 тысяч километров могут начать гудеть подшипники вторичного вала. Также встречаются нет-нет проблемы с вилкой выбора передач, но самое основное, про что нужно быть в курсе, покупая Орландо на механике, особенно если пробег автомобиля переваливает за 120-150 тысяч километров, это про то, что на данных автомобилях устанавливается недешевый двухмассовый маховик. Симптомы его выхода из строя проявляются в виде ударов при отпускании педали сцепления, особенно в случае, если вы, скажем так, не вполне синхронизировали обороты двигателя и коробки. Если маховик уже начал бить, значит демпфер внутри маховика не справляется со своей работой, и в данном случае поможет только замена. Либо на контрактный в хорошем состоянии, что достаточно редко еще нужно поискать, либо на новую деталь, что будет дорого, либо нужно искать того, кто сможет вам двухмассовый маховик восстановить. Но восстановление подобных деталей производится только в заводских условиях на высокоточном оборудовании, поскольку требует впоследствии прецизионной балансировки. При выборе автомобиля с механической коробкой также не забудьте обратить внимание на то, чтобы сальники приводов не бежали, поскольку данные трансмиссии, естественно, столь же чувствительно относятся к потере уровня масла, как и любые другие агрегаты. Правда, стоит отметить, что в случае, если механическая коробка все-таки запросилась на покой, ее проще и дешевле будет заменить на контрактный агрегат, а не заниматься ее ремонтом. Автоматическая коробка передач – это шестиступенчатая 6T40. Данная трансмиссия в период выпуска Chevrolet Orlando еще не была избавлена от большинства своих детских болячек. Соответственно, при выборе подобного автомобиля обязательно диагностика состояния коробки передач, хотя бы в виде тест-драйва. Трансмиссия на Orlando не должна сильно затягивать передачи, бить при переключении и так далее. Основные факторы риска для данных автоматических коробок – это перегрев, ударные нагрузки, то есть гоночный спортивный стиль вождения, ну и третье – это редкая замена масла, поскольку, как и любая современная трансмиссия, эта коробка очень часто и плотно использует блокировку гидротрансформатора, как для экономии топлива, так и для улучшения динамических показателей. Соответственно, накладки изнашиваются, продукты износа попадают в масло, и если долго-долго его не менять, рано или поздно, они забьют каналы в гидроблоке, и, вся трансмиссия, скорее всего, после этого отправится уже в переборку. Поэтому, если вы нашли хороший живой Orlando с живой коробкой передач, то менять масло в ней вы будете не реже, чем раз в 40 тысяч. Ну и чтобы все было совсем хорошо, следует озаботиться дополнительным охлаждением коробки передач. При аккуратном обращении у человека, который щепетильно относится к своему автомобилю, этот автомат будет способен пробежать за 200 тысяч километров пробега. Что касается подвески у Chevrolet Orlando, то здесь все просто и достаточно крепко. Самый маленький ресурс во всей подвеске Orlando будут иметь стойки переднего стабилизатора. Они здесь пластиковые и выхаживают до 50 тысяч километров, в зависимости от того, по каким типам покрытия вы ездите. Может случиться и необходимость поменять их раньше. Что касается всего остального, то какие-либо вмешательства подвеска этого автомобиля потребует не ранее, чем на 100 тысяч километрах пробега. Это касается и сайлент-блоков, и, собственно говоря, таких компонентов, как шаровые опоры, либо ступичные подшипы. Кстати, шаровые опоры по задумке конструкторов меняются здесь вместе с рычагом. Рулевая рейка, самый дорогой компонент любой ходовки, в данном случае спокойно отрабатывает без каких-либо нареканий под 200 тысяч километров пробега. Усилитель рулевого управления здесь электрический, поэтому никаких проблем с текущими шлангами, течами и так далее на этих автомобилях у вас не будет. Что касается задней подвески Орландо, здесь у нас балка, соответственно, сайлент-блоков минимум выходить из строя практически нечему. Самый малоресурсный компонент это, пожалуй, задние амортизаторы. В нашем случае они не текут, они абсолютно сухие, но при раскачке на подъемнике уже прослушивается небольшой стук по стойке. При этом на машине пробег 135 тысяч километров, а стойки стоят еще заводские. Каких-либо нареканий по оригинальным передним амортизаторам на 135 тысяч пробега еще нет и пока не предвидится. Конечно, при осмотре автомобиля на подъемнике уделите внимание состоянию порогов кузова, самого днища кузова, состоянию переднего подравника, ну а также обратите внимание на то, чтобы двигатель у вас был сухой. Осмотрите силовой агрегат со всех сторон и проконтролируйте отсутствие следов масла. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про Chevrolet Orlando? В активе этого автомобиля в первую очередь кузов, который замечательно сопротивляется коррозии, а это значит уже очень и очень много. Как бензиновый, так и дизельный двигатель на Orlando весьма неплохи по-своему и весьма ресурсны. Болячки того же бензинового мотора давным-давно изучены и, в общем-то, легко выявляемы при диагностике, при покупке подобного автомобиля. Есть нюансы по коробкам передач на самом деле, но эти вещи просто стоит внимательнее контролировать при приобретении. Ну а подвеска здесь мало того, что сама по себе достаточно ресурсная и несложная конструктивно, так еще и родство с Opel позволяет вам ставить сюда не оригинальные запчасти, а заменители весьма неплохого качества, которых на рынке достаточное количество. Так что, если по каким-то причинам вам нужен именно леворульный минивэн, берите смело. После хорошей диагностики, будучи купленным в неплохом состоянии с хорошим небольшим пробегом, Chevrolet Orlando будет способен прослужить вам достаточно большое количество времени без каких-либо заморочек. А наличие в комплектации автомобиля таких интересных вещей, как подогревы заднего дивана, или, например, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, дополнительно скрасят ваше совместное с этим автомобилем существование. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы увидеть на подъемнике в будущем, ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Кроме того, если вы владеете или владели Chevrolet Orlando, проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть, в чем нас поправить, в чем нас дополнить, тоже пишите это в комментариях. Людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо, что смотрели, хорошего дня, пока!